Привет, люди! Зачем вы так рано встали? А, я понял. Вы ставите специально для того, чтобы смотреть нашу передачу. Ну тогда не будем вас разочаровывать, а поскорее начнем. Значит вы раскроетесь и разобьете экран с твоих телевизоров. А это нехорошо, тогда вы не сможете посмотреть нашу передачу. Мы, кажется, заболтали. Начинаем. Все бродилки делятся на две основные группы, боевые и небоевые. В наших прошлых передачах мы вам рассказали в основном о боевых бродилках. И сегодня вы узнаете об игре Покахонтус, которая, как вы уже, наверное, догадались, относится ко второй группе. Итак, Покахонтус на Денди. Все мы знаем игру Покахонтус на приставках Sega, Super Nintendo и на игровой системе Game Boy. Но существование этой игры на приставке Денди знают немногие. Игра практически не изменилась. Движения Покахонтус остались столь же плавные. Уровни сохранились. Как и на других приставках, задача Покахонтус спасти всех животных, которые по своей неосторожности попали в различные ловушки. Животные тоже довольно часто помогают Покахонтус. Например, ее ручной енот помогает ей сбираться на высокие выступы. Но если какой-нибудь зверь, нуждающийся в вашей помощи, не получает ее, то потом, когда вы попадете в безвыходное положение, никто из животных вам не поможет. Но от них не все животные такие милые и хорошие. Некоторые только и знают, что путаться под ногами и кусаться. А жизни у Покахонтус не так уж и много. Как видите, их всего четыре. Поберегите их, и тогда вы точно пройдете игру. Но когда пройдете, наверняка скажете, что познали все тяготы жизни Покахонтус. Дэнди. Новая реальность. Как обычно, в этот среду прошел полуфинал школьного чемпионата Дэнди. Отметить это событие мы решили только потому, что это последний полуфинал. И в следующий среду состоится долгожданный финал. Игрокам будет предложено сыграть в небезызвестный файтер или в пинг-гол на Нитендо Штат 4. Замечусь, что эта приставка впервые выставляется на чемпионат Дэнди. И у всех игроков будут равные штангами победы. Не пропустите это знаменательное событие. Лишь это я питаю слабость к стратегиям. И вот на днях я опять все за приставочку Сега. Играть далеко не в Дюну, а в игру с кратким названием. Пираты. Золото. Наконец-то появилась еще одна стратегия по интересности, превосходящая легендарная Дюна. Хотя смысл у нее совсем другой. Все начинается в карибской мере. Леток 400-500 назад все времена морем правили пираты. Беспощадный злодей, убивающий всех на своем пути. И вот на один из дневных барков, на котором и находится наш герой, напали пираты. Спастись удалось только вам. Теперь нужно сразиться с капитаном. Если его победите, то корабль и команда в вашем распоряжении. Именно здесь и начинается самое интересное. Вы теперь пираты. Для начала необходимо заплыть в любой порт. Оказавшись на суше, вы можете пойти в лавку. Там необходимо покупать или продавать продукты. Питание, сахар и товары. Причем хочется заметить, что в каждом городе цены разные. Разобравшись с этим, вы направляетесь в трактир, где необходимо набрать команду для дальнейших похождения. Здесь вам же могут предложить карту острова Сокровища. Также в городе вы заходите к губернатору, который дает вам получение, с кем нужно выявить, а с кем не надо. Узнав то, что вам нужно, вы уходите в море. Можно поплыть в другие города, а можно заняться грабежом. Регулярно вы будете индикацировать на всевозможные суда, от которых будете знавать новости. Вражеские же суда необходимо топить. Вначале можно отстрелять в судно. И будьте осторожны, ведь оно не бездействует. Ну а потом взять на абордаж, где вам придется сразиться с капитаном. После победы вы перегружаете добычу, и если корабль противника не очень пострадал, то берите его себе. Ведь чем больше кораблей, тем больше туда можно поместить кратиного. Что дальше делать, решайте же вам. Можно выполнять поручения губернатора, захватывать города, топить корабли, или продавать награбленные в ближайшем порту. Следите и за командой, ведь это пираты и поднять бунты ничего не стоит. Так что, когда наступит время, необходимо поделить деньги. Увы, вы тогда окажете невыгодной ситуацией. Но что поделать, такова жизнь пирата. Карта Карибского моря, расположение портов и их название с точностью повторяют все далекие времена. И когда играешь, чувствуешь себя настоящим пиратом. Попробуйте поиграть в эту игру, и вы не пожалеете за потраченное время. Я в этом уверен. Все вычислить, что мы размещаем за своих собратьев. Привет, вы в эфире «Карбитарный монстр». Уделивали, что не видите рядом со мной собеседника. Дело в том, что там пришло огромное количество заявок. Им просто не смогли выбрать. И, пожалуйста, не пишите нам секреты, которые всем давным-давно известны или которые вы списали из журнала. А то у нас конвертер с секретами для Mortal Kombat 3 Ultimate уже два стола завалено. Ах, да. Татьяна забыл сказать. На следующую передачу приглашается колестик Василий. Василий, если ты сможешь, подей, пожалуйста, в за среду на чемпион Денде. А другим вам могу только сказать. Открывайте секреты и пишите нам письма. Я уверен, что все владельцы 32-видных приставок в формате 3DO знают такую игру, как Shockwave. Поспешу их обрадовать, потому что недавно в доме Денде появилась вторая часть этой крутой игры. Именно сейчас о ней пойдет речь. Каждый полник первой нашествии прошли, принесшей мир разрушива и несчастья. На земляне нашлись здесь силы, противостоя захватчикам. Они нашли ворота измерений и загнали из всех пришельцев обратно. 20 лет спустя на одной из марсианских станций был найден оставленный пришельцем артефакта. Предмет, обладающий мощной энергией. Через несколько дней он был выкраден оставшимися в живых пришельцами. Теперь им предстояло прилететь через отставу, открыть ворота и улететь на родину. В то время дежурил спецотряд капитана Флинта. Заметив посторонний корабль, экипаж нашел преследование. Но в этот момент пришельцы открыли ворота, и корабль Флинта улетел в другой мир, продолжая преследовать пришельцев. Для того, чтобы вернуться обратно, необходимо найти артефакт, а заодно навсегда искренний пришельцев. В Шот Вейс-2 вы уже будете летать не на старых истребителях. В вашем распоряжении новейший танк, суперкосмический истребитель, оснащенный суперракетами и пушечная станция. Миссии стали намного сложнее и интереснее. Да и противников стало побольше. Помните трюльных роботов и плоских кораблей? Так забудьте про них, потому что здесь на вас будут нападать хорошо вооруженные космические корабли, самоходные установки, даже базовые приятели будут оказывать достойное сопротивление. Вам предстоит уничтожать целое поселение плентян, десятками крушить вражескую технику, защищать друзей и многое другое. Игра довольно длинная и пройти ее сразу не так-то просто. Чуточку терпения и все получится. Хорошая графика, интересные миссии, красивые компьютерные заставки и многое другое, чем Шоков-С-2 может смело гордиться. И я уверен, что эта игра не пройдет мимо вас. Итак, настало время подвести итоги прошлой миссарины. Правильных ответов в этот раз не оказалось, так как были слишком сложные вопросы. Но я все-таки на них отвечу. Ответь на вопрос первый. В игре киллером Сим, Гол, Панетонер, С-4 есть бойцов. Убраны Синдер, Таннер и Виктор и прибавлено тоже три. Сим, Майя и Таннер. Остальные бойцы остались без изменений. Ответов просто второй. Игра Пандар Принц пародирует игру Данки в Конг Кантри. И ответ на вопрос третий. В игре в раснимании самая слабая сила удара у Шона Майклана. Будьте повнимательнее. В этой викторине вопросы будут не чуть не легче. Продолжая 32-битный формат отклонилась немножко от темы. Поговорим о новинках. О новых играх, которые недавно поступили в Дан Денди. Рассказать о всех у нас просто не хватит времени. Поэтому мы расскажем меньше о некоторых на некоторых приставках. Где бы, например, пришла великолепная многоигровка, в которой собраны почти все новые игры. Такие как Данки Ком 2, Пиноккио, Варио Бласт и земной червяк Джим. На Денди же пришел оригинальный Соник. Чистая копия Сеговского Соника. И заметьте, это вам не самарин. На Сиге пришло много игр. Мы обратили внимание лишь на две из них. Это одна из немногих миф-стратегий, которая называется Аэробат. И вторая это гонка с великолепной для Сиги графикой, которая называется Outlander. На PlayStation пришло огромное количество дисков. И мы еще остановимся на некоторых из них. Например, пришла 32-битная версия 8-битовой игры Galaxy, на которую все из вас, конечно же, знают. Пришла же также и игра, которая называется Ворон. Сделана она под наименному фильму. Также появилась и Command Conquer версии NTC, которую вы так долго ждали. А, вот еще одна новинка День независимости. Конечно же, все из вас смотрели этот фильм, который получил Оскара за лучшие спецэкции года. А, вот еще одна новинка, Мэйч Варер 2. Первая часть была выполнена на персональном компьютере. Вторая же появилась на Sony PlayStation. А, вот еще два. Эту игру узнают все фанаты Panasonic 3DO. Надеюсь, теперь ее узнают и фанаты Sony PlayStation. Также пришла и стрелять на PlayStation, в которую можно играть с пистолетом. Пистолет уже, кстати, тоже пришел. И, наконец, Battle Station. Великолепная игра, чем-то напомняющая маршской бой. И как раз об этой игре мы сейчас и расскажем. Боевая станция является первым за всю историю видеоигр симулятором настоящего морского боя. Не думайте, что я имею в виду старую настольную дуну, ее подобие на Денди. Это уже история. Здесь вам предлагается без всяких ходов сразиться с компьютером или с другом. Один на один, корабль на корабль. Бои происходят на небольших пространствах, либо открыт на море, либо около берега. Каждый из кораблей может ходить в любую сторону, делать маневры, ну и, конечно же, атаковать. У каждого корабля особое вооружение. Это ракеты разных систем модификаций типа Нептун, Гарпун, различные торпеды, артиллерийские системы, самолеты, поднимающиеся с авианосца и наносящие авиабомбовый удар по противнику и многое другое. Попасть в противника не так уж и просто. Сначала необходимо, чтобы цель, обозначающая на экране крестиком желтого и зеленого цвета, попала в любую точку вражеского судна, после чего вы открываете огонь. Для начала ознакомим вас с классами судов, участвующих в битве. Это авианосец, крейсер, линкор, фрега «Зуро», атомная погодная лодка, ракетный катер, минный заградитель и судно «Маска». При известной ловкости и правильно приведенных маневрах даже ракетный катер может победить авианосец, линкор или крейсер. Так что все здесь в равных условиях и все зависит только от вас. В самом начале игры вам предлагаются две версии. Это аркады гейм, где вы можете просто воевать с компьютером или с приятелем, выброшив в бой корабль. И это кэмпуч гейм, где вам уже пригодятся ваши стратегические навыки. Здесь вы будете выполнять различные миссии, что и не так припрос, ведь в иной раз противник будет явно сильнее вас. Фиды графика просто великолепны. Даже сами корабли прорисованы для мельчайших подробностей. Каждая пушка на них четко видна. Да и самбы просто невозможно описать. Огонь пушек, взрывы на палубу, всплески воды. Все, все это нужно веять собственными глазами. Лично мне эта игра очень понравилась. И будем надеяться, что она явилась далеко не последней в своем шанре. А теперь сервисонная рубрика Help. Подгадайте, для чего сегодня будут секреты? Конечно же, это для крутейшего файтинга Mortal Kombat 3 Ultimate на приставочке Sega Mega Drive 2. Сегодня вы узнаете в обалите новейших игроков. Бабалите Рептилии вперед-вперед, назад-вниз С. Бабалите Скорпиона вниз-назад-назад-вперед Х. Бабалите Милена вниз-вниз-вперед-вперед-вперед Х. Бабалите Китаны вперед-вперед-вниз-вперед З. Свалы. Викторы. Ну вот и все, что мы хотели вам сказать. Остается только одно. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.